Добрый день! Снова с вами Дачная каратэ. Попробуем возродить традицию. В прошлом году что-то у меня были боли в спине, в этом году вроде все прошло, но травмы с возрастом медленно проходят. Попробуем в этот раз показать некоторые любопытные моменты, связанные не только с каратэ, но и с боевыми искусствами в целом. И вот первый вопрос это нанесение удара кулаком тыльной стороной, вот этой частью. Чем хорош этот удар в отличие от прямого? Прямой вроде бы мощный, как уперся, вот всем корпусом туда вложился мощь, но не всегда мощь хороша. Потому что подготовленный противник как раз уходит от таких прямых колющих ударов. И удар на отмашь, скажем, он заметает большую-большую область. Вот прямой удар, да, мощный, хороший, проникающий тут, да. Но если противник ушел, а вы промахнулись, раз, да, боксеры особенно умеют поднырнуть под удар, и еще вам достанется. Вы промахнулись и получили, промахнулись, получили. На встречу противник идет. Вот. А если вы бьете вот такой удар? Ну, во-первых, в нем, конечно, есть особенность, что здесь как такой хлест получается. То есть гирька такая в виде кулака, и на нее налетает противник. С другой стороны положение, положение руки таково, что вы можете продлить этот удар. Если вы не попали, то вы попали ниже, куда противник начал уходить. Особенно если вы наносите не просто прямой, а чуть-чуть в кость, вот такой, и тогда заметается пространство. Удар внешней стороной кулака, костяшками, разумеется, не этой частью. Но если придется, и локоточком добавим. Вот чем хорошо, хороший этот удар, он не травмоопасен для сустава. Не перераспрямляется. Удар свинк, например, да, перераспрямляется рука, если блок хороший будет, и можно поломать. Здесь сгибание идет в другую сторону, даже если напоролся на противника, который подсел. Во-первых, дал ему хорошенечко этим локтем вперед, а во-вторых, рука сгибается в естественную сторону. Свинки вот такие, тоже ударом-костяшками, они наносятся почти прямой рукой. Если неудачно ударить, то если противник даже случайно подался, то, конечно, может закончиться тяжело. Ну, удар хороший, мне этот удар нравится, а удар костяшками вот этими, чем еще хорош, что с одной и той же стороны можно ударить. Раз-два, да. Ударил на смещении прямой удар. И скручивание идет. Здесь раз, закрутился, раскрутился. Вот, закрутился и свинг ударил. Хорошо, можно еще бить не только в лоб, но еще с небольшим проносом. И у нас, если удар прямой, это подобие удара шпагой, то вот этот удар, подобие удара саблей, сабля в одну в другую сторону рубит. А укол, он быстрее, значительно быстрее, но от него и легче уклониться. В сторону ушел от этого удара и пролетело мимо. Для боксеров тоже это нырки, подставки, уклоны для прямых ударов. Боковые удары хороши. В этом случае тоже такой подобен сабельному удару, потому что размах концентрации больше. То есть поражающая сила остается на более длинной траектории. Вот, но здесь кулак приходится подгибать. Мы в реальной жизни, как боксера, не бинтуем руку. Поэтому, как подгибаем, опасность излома. И при ходу удар пальчиками, суставом большого пальчика и суставами всех остальных пальцев. То есть вот мы бьем, вроде как бьем-то, подворачиваем руку, но все равно приходится на пальчики. Вот, свинг не приходится. Свинк разворачивается в кулак и все нормально. И здесь, кстати, тоже естественное сгибание. Но если слишком сильно, наверное, не согнется уже так, потому что подогнутый вот так кулак, он в эту сторону сильно не, уже так не сломается. Вот, этот удар может быть нанесен в лоб там, разбивая нос и так. Может в одну сторону быть нанесен, может быть в другую, но здесь уже немножко больше основанием, больше может быть вот мизинц, поэтому не так. Но это сметающий, если попадает в нос, вот такой скользящий удар костяшками, то в нос улетает его вот с этой стороны, да, с этой стороны, с этой стороны. Вот. Чем он, чем плох такой удар, вот здесь мы уже раскрываемся. Ну, естественно, что надо уходить. Вот. И серии, да. Этот блок, этот удар, он же еще и блок, он может сметать. Смел блок противнику, смел блок и засадил, смел блок и засадил, да. Вот. И еще там, например, и с одной стороны, что хорошо, удары у боксеров справа-слева, ну, это более привычный, раз-два, с одной стороны, с другой. А здесь мы с одной стороны можем оба удара нанести. И противник спрятался за блок, открылся для нанесения какого-то своего удара. И в этот момент приходит более сильный прямой уже. А здесь тоже сметаем блок. Ну, какие-то вещи. Тут попутно мне вспомнился поединок Поветкина и Джошуа. Поветкин как раз очень хорошо уходил от прямых ударов, вот этих колющих ударов Джошуа. И в углу Джошуа подсказали, что надо останавливать его в корпус. Там рука как оглобля. Джошуа восстанавливал жестким ударом. Потом и переводил еще на голову. Раз-два. И тут уже по стоячему противнику. Вот в голову он промахивается. И атака у Поветкина продолжается. То есть Поветкин подсел и прорвался на ближнюю дистанцию. Тонял свои тяжеленные удары. А когда его встречают в корпус, он не особенно в корпус там такой могущественный. Не особенно заботился об этом. Вот. И пару-тройку раз в корпус получал очень сильно. И он останавливается в этот момент. Идет удар той же самой оглоблей, такой же боковой. Вот. А потом, когда Поветкин был потрясен, уже пошли удары такие мощные, которые закончили этот поединок. И, к сожалению, карьеру Поветкина, который не закончился триумфально или на триумфальный уровень, он не вышел. А все в ошибке, в ошибку угла, как и в поединке с Кличко, когда он проиграл. Это была грубая ошибка угла. Ну, нужно иметь умных наставников и уметь их слушать. Ну, коли наставники такие, что они не увидели изменения тактики Джошуа, то вот и получилось. Ну, это шаг в сторону. Здесь мы еще покажем. Можно левой рукой фехтовать вот этот удар. Здесь заодно закрываемся. Вот. Или правый, уходя в левую сторону, раз, и ба-бах. Вот этот удар. И здесь вот закрываемся заодно. Наносим, наносим быстрый, быстрый удар. И здесь тоже раз, два. Ну, тоже боковой можно, или прямой более мощный. Вот. Если противник в ноги идет, то как раз здесь он может напороться на вот этот локоть. Просто даже вот прыгнуть. Если бьешь прямой, то как раз здесь удобное пространство, чтобы под сил. И согнуть руку некогда, не успеваешь. А тут она и так согнутая. Иди мне на мой локоть напарывайся. Можно, конечно, его обойти. Ну, от любого приема есть контрприем. Еще вот этот вот удар мне особенно нравится. Скрученная стойка. И отсюда как раз вот каратеистский вариант. Мало кто этот удар применяет. Вот. Он хорошо, хорошо как раз идет. Но скручивание. Раз, два. И когда левая нога впереди, и не особенно. Ну, противник ждет в основном. Можно накормить его. Май обозначить, малаш обозначить. А здесь пробить его или в корпус, или в голову, если понравится. Да. Раз, два. Вот от этого удара идет и локоть. Раз, два. Или от прямого удара, который не доносится. Били, били прямой. А потом провалились. Как будто мы промахнулись. А на самом деле промахиваясь, пробили локтем. Есть еще в тайском боксе. Это я так уж сильно не запрыгнул. Ну, бить в лоб не особенно хорошо. Вот, поэтому вот такой. Снизу даже. Обозначил, закрыл. Закрыл лицо, закрыл, перекрыл. Перекрыл обзор. И вперед. Если противник, конечно, не уходит. Но он может уйти, поэтому. Раз, два, три. Бам. То есть в тот момент, когда уже он исчерпал возможности отхода. И тут вот пробить хорошо. Имитационный проход в ноги. Противник сверху наваливается. И получает удар. Раз. Вот этот удар, он наклоняется. Наваливается. Получает удар. Ну да, и вот так. Можно и так. Этот удар снизу. Миксфайтер иногда применяют. Ну, просто красота. И удары локтями в партере борцы. Лежит снизу. Прихватил голову соперника. И туда ему впаял. Можно даже нокаутировать. Ну, мастера, естественно, не дадут себя нокаутировать. Знают все эти уловки. Вот. Но обычный человек может даже не понять, что произошло. То есть, набросил на свой локоть. Даже когда ты лежишь на спине, он тебя оседлал. И наоборот. Когда ты сверху, тебе вяжут руки. Отсюда можешь пробивать. Ну, руки все. Заязаны. Ты дергаешься, вырываешь. Сам получаешь в результате, если начнешь вырываться. А вот локти. Они есть. И тем более, что можно через руку. То есть, вот захваченная рука. Она будет выламываться и отпускаться будет. Если я буду наносить удар сверху. Ну, вот, наверное, на этом все. Каратенечко первый ролик сделаем. Чтобы не увлекаться. Занимайтесь спортом. Занимайтесь дачным участком. Растите урожай, который, может быть, вам понадобится в ближайшее время. Для пропитания. Сражайтесь за свою родину. За честь, свободу, достоинство. Слава Руси. Господи, спаси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова